Дневной разворот Республику Непал Со столицей в городе Катманду Приветствуем Юлию Андросову Представителя Россотрудничества В Республике Непал Руководителя Российского Центра Науки и Культуры В этом государстве Юлия, добрый день Как здравствуйте на Непальском? Намасте Намасте Там хинди, собственно, очень похоже Напоминаем, что Юлия имеет непосредственно отношение к Кирской области Во-первых, выросла здесь Во-вторых, трудилась здесь И, в общем, с поста руководителя Кировского отделения Представительства МИД Российской Федерации Она уехала в Непал Где сейчас российскую культуру и науку Продвигают в непальские массы Замечательно Очень приятно, правда, тебя видеть На самом деле Я не знаю, ты по-непальски так светишься Или по-российски И какими-то благовониями Юлия привезла нам чай непальский, Володя Спасибо Да, на самом деле Ты говорила до эфира Что ты была Вот сейчас в отпуске Одну неделю Но сплошные встречи и семинары Но ты очень рада была Приехать в Россию Было ощущение Что ты провела Не несколько месяцев в Непале А несколько лет буквально Такой интенсив Так много работы Так много встреч в Непале Происходит Да, это действительно так В Непале я уже 4 месяца Вот приехала как раз Забирать ребенка Перевозить в Непал Действительно Очень интересная работа Интересная страна Интересная культура Я не знаю Мне это очень нравится Это моя работа Это работа моей мечты Вот Это редко ты слышишь В последнее время Когда человек меняет Практически там профессию Да, меняет место работы И говорит, что это работа моей мечты И несмотря на то, что Тружусь, ты говорила С 10 до 12 ночи А то и дольше Ты получаешь огромное удовольствие От этого Да Ну и сейчас мы разберемся В чем состоит твоя работа И каковы же все-таки Связи Кировской области с Непалом И будут ли они развиваться Итак, начнем, собственно говоря Со самого российского центра науки и культуры в Непале Расскажи, что он из себя представляет Где находится Чем занимается Российский центр культуры и науки в Катманду Находится в центре Катманду Столица Непала Столица Непала, да Это очень высокотехнологическое, могу сказать Сооружение, здание В котором есть и концертный зал И выставочные площади И большая библиотека И русскоязычная, и англоязычная И с непальским переводом Точно так же Бизнес-конференц, зал И просто площади Вот недавно мы еще открыли Кружок детского развития дошкольного Недавно тоже открыли мы Музыкальный класс И сейчас идет ремонт в танцевальном классе Здесь в основном у нас занимаются Дети наших российских соотечественников Которые проживают в Непале Ну, соответственно, конечно, и сами непальцы Ну, тут нельзя не спросить Наших много в Непале? Наши есть везде Это действительно Это не только сотрудники депмиссии? Конечно, конечно Люди по работе Которые просто переехали туда Да, да, да Очень много наших соотечественников Которые уехали еще в советское время Которые, в основном, конечно, это девушки были Они вышли замуж за непальцев И переехали в Непал Причем очень хорошо вышли замуж За непальских олигархов? Ну, из олигархов Это же история известная, да? Эта программа, когда приглашались И давались квоты на обучение в Советском Союзе Они и сейчас даются Мы сейчас к этому перейдем Но просто вот эта история Как переезжали девушки Почему у них сейчас неплохо устроены хорошие семьи? Потому что как раз они выходили замуж за людей Которые приезжали из Непала А это надо было добиться такого направления Учиться Что же, например, в Российском университете дружбы народа? Это значит, да, что ты у себя в Непале Каких-то заслуг уже достиг И тебя тогда направляют То есть не лишь бы как Как заслуг там же кастовость, насколько я понимаю, да? Все-таки присутствует Официально ее нет, но она присутствует Она есть, да И вот за таких, собственно говоря, парней Они выходили замуж и уезжали в Непал Семьи большие, кстати говоря, интересно? Семьи большие Три-четыре ребенка Ну, они уже бабушки и дедушки, я могу сказать А сейчас я наблюдаю такую тенденцию Молодеют наши соотечественники, которые приезжают в Непал То есть новая волна такая пошла Новая волна, причем это в основном мужчины, которые женятся на Непалках А, теперь по-другому все Это мужчины, которые переезжают из России От российской действительности в новую некую такую культуру И там уже меняют свои взгляды и женятся на Непалках Я не могу сказать, что они меняют свои взгляды Вот сколько я общалась сейчас Ближайшие два месяца, вот сколько я общалась с молодыми людьми, которые приехали Они говорят, мы не меняем ничего Мы как Россию любили, мы так ее и любим И мы готовы работать, какие-то новые идеи вместе с вами Вместе с вашим центром русским Реализовывать и работать в этом направлении Они очень... им не хватает русского языка Им не хватает русской речи Они к нам приходят Мы каждую субботу встречаемся с нашими соотечественниками По самым разным поводам И иногда даже без поводов Встречаемся и просто общаемся Ну вот русские люди в Непале, неважно какого поколения советских времен Или вот новая, как ты говоришь, волна Они являются для тебя такими коммуникаторами И может быть даже источниками идеи запроса Что нужно от русского центра в Непале Да, я думаю, что это одна из моих основных задач Интересно, эти семьи, конечно, молодые сейчас интересуют Они стремятся к тому, чтобы их дети знали русский язык Да И для этого вы организуете курсы какие-то? Да, у нас есть курсы, они платные для непальцев Три уровня И точно так же есть у нас как раз подготовительные курсы для детей Вот именно соотечественников наших И они очень-очень хотят, чтобы их дети несли и русскую культуру И знали русский язык Это для них очень важно Для меня было это изначально в каком-то даже шоке я была Потому что я не понимала, уезжают в другую страну, меняют культуру Практически все меняют Но все равно, видимо, частичка души, она остается всегда с Россией И я когда это увидела, я поняла, что мы будем жить всегда То есть я правильно понимаю, полноценной русской школы там для детей нет? Есть посольская школа А, посольская школа, да Полноценный учебный процесс Но это для сотрудников, собственно Нет, почему? Туда могут и... Конечно, конечно Туда могут пойти обыкновенные дети наших соотечественников И учить русский язык И все это ведется на русском языке По нашей образовательной системе Все точно так же, как у нас здесь в России А и учителя, и учителя там уже русские Ты говорила до эфира, что за время своей работы Оно не очень длительное, с апреля, по-моему Ты работаешь в Непале Ты инициировала издание трехсот учебников непалорусского языка Да, вот что ты такое скажешь? Ну, это, конечно... Что, громко сказано? Нет, нет, нет Или бы правду говорит? Трехсот учебников, это триста экземпляров одного учебника С русского, вернее, с непальского на русский язык Для изучения русского языка Непальцами Да, был запрос от нескольких учреждений образовательных Что мы хотим внедрить в обязательную учебную программу русский язык Это непальские школы хотят... Одна непальская школа среднеобразовательная находится в Бактапуре И еще один колледж авиационный, который находится тоже в Катманду И, соответственно, нужно было что-то придумать И вот именно сейчас такую инициативу нужно было обязательно пошрить Я нашла человека, филолога, который закончил наш российский вуз Который любит и обожает русский язык И он написал несколько своих учебников Я решила ему помочь опубликовать эти учебники И эти учебники были вместе с ним презентованы в авиационном колледже города Катманду Почему существует такой запрос у самих уже непальцев? Вот почему у русских мы еще можем понять Да, хочется сохранить культуру Хочется детям передать наследие А у непальцев почему сейчас запрос такой возник? Ну, непальцы, они изначально уже знают несколько своих языков В стране непал более 60 народностей только находятся Они знают английский язык Потому что в школах преподавание на непальском иногда И иногда на английском языке Конечно, очень многие непальцы изучают корейский, китайский Очень большая пропаганда с этих стран И чтобы непальцы выучили Там тоже миссионеры работают, да? Чтобы они выучили, поехали с ним в эти страны работать Наша задача, она более несет мягкий гуманитарный контекст И я не могу сказать, почему именно русский язык Возможно, это чемпионат мира по футболу так повлиял Потому что это действительно ко мне приезжали Когда люди приходили в центр после чемпионата мира Когда они приехали, они говорят Мы не верили, что это действительно так Потому что в основном они берут информацию Из информагентств наших партнеров Западных Западных Это люди, которые съездили на чемпионат мира в России Да, да, да И они говорят Мы даже не могли представить, что Россия такая Какие доброжелательные люди Как все светятся Юль, то есть это не только замечательная работа Нашей пропаганды И наших прислуг центральных каналов Наших коллег центральных каналов Это действительно ты сама увидела воочию реакцию Вот непальцы в данном случае На посещение России во время чемпионата мира Да, да Я даже не ожидала, что они после этого приедут ко мне И поделятся своим мнением Вот просто так То есть им хотелось вот это все рассказать Да Настолько сильное было впечатление Прервемся буквально на полминуты И расскажем о том Как был презентован опыт И потенциал российских вузов в Непале Хорошо Юлия Андросова Руководитель российского центра науки и культуры в Непале У нас в гостях Еще раз для тех, кто только что подключился Скажу, что Юлия Кировченко Она экс-руководитель кировского отделения Представительства МИД Российской Федерации В Нижнем Новгороде А сейчас уже с апреля месяца Как раз представляет российскую науку и культуру в Непале И Юлия нам рассказывала до эфира Что не очень давно прошла презентация Российских вузов в Непале Сколько российских вузов участвовало в презентации? И наш опорный представлен? Конечно Как это без Вятского государственного университета Да Это было в конце июня У меня проходила образовательная выставка Но это мой был первый такой опыт Там я, если честно, просто собирала вузы Которым интересен регион Непал Кто заявились Соответственно, кто предоставили свои презентационные материалы Они были и выставлены на этой выставке Посетила выставку где-то около 1500 человек Это хороший результат Это хороший результат Но она не просто же была выставка В Катманду живет миллион человек Ну вот это как, да? Два Кирова всего Ну вот я смотрю, в Википедии Общее население Непала примерно 30 миллионов А площадь А Катманду миллион Да, а площадь сопоставима с Кировской областью У нас 120 тысяч километров Население Непала, Володь Ну население Непала, мне кажется, в основном сельскохозяйственной деревни Нет? Высокогорье Высокогорье Ну то есть ты понимаешь, что не для горной деревни делалась, конечно, презентация там вузов российских А для тех, кто концентрирован в Катманду Да Ну не только в Катманду, а в близлежащих областей штатов Я считаю, что это хороший результат И если, например, в следующем году, когда начнется кампания как раз поступления в университеты И если непальские студенты, то есть абитуриенты будут выбирать наши вузы И наши вузы не только московские и питерские, потому что образование, я считаю, у нас качественное в России везде Ну и в том числе и Ростовский государственный университет Вятский государственный университет Нас интересует Вятский, конечно, прежде всего Ну то есть вузы, которые находятся уже в субъектах Российской Федерации, а не в столицах Не в Питере, не в Москве, то есть такие Где образование качественное, а, собственно, те же цены Условия жизни доступные По доступнее, чем в столице Конечно, это очень важно Кто приходил на эту выставку? Это изначально аудитория наша была целевая Это старшие классы Кто учится в 10, 11, 12 классах Там 12-летнее образование А там очень странное образование, очень странная система Да, система, которую пока я еще не совсем, может быть, узнала до конца У них очень много каникул, у них очень много праздников И мне даже кажется иногда, что они больше отдыхают, чем учатся Когда же рано, не учатся, да? Поэтому угловая волна переезда российских молодых мужчин в Непал Возможно И было очень много так называемых консультантов по образованию Которые продвигают не только образование российское, но и других стран в Непале Они, конечно, тоже были заинтересованы Было очень, наверное, где-то я видела человек 6 или 7 директоров школ И был один вице-канцлер Но это такая же должность, как у нас ректор одного из университета Ну, местного Вот И в итоге-то что? Показателем будет, Юля же сказала Показателем будет, если в непальские студенты Пусть они пойдут заявляться в наши вузы То есть ты будешь смотреть и вести даже какую-то статистику стараться собирать Конечно, конечно, да А как они поедут? А Россия оформлена свои отношения с Непалом по части образовательных тогда программ? Пока еще не во всех Не во всех, но я хочу сказать, что правительством Российской Федерации Выделены федеральные квоты на образование в Российской Федерации Просто мы же видим здесь, в районе Театральной площади Очень жалко этих ребят, которые в 20-25 градусный мороз идут А они далеко-далеко из Африки к нам приехали Ну, жалко прям их Ванесе, это Северная Африка Мне больше, на самом деле, умиляют девочки из Китая Потому что они мерзнут больше, они маленькие И надевают большие пуховики Кстати, про климат в Непале надо рассказать Это у вас, во-первых, высокогорье Столица Катманду находится на высоте 1300 метров А ты говорила, что зимой там все-таки плюс 15-18 градусов 15-18 градусов, но все ходят в пуховиках Им все равно холодно А летом какая температура? Лето, вот сейчас как раз я уезжала, это сезон мусонов Это дожди Но я вам хочу сказать, дождь прошел час буквально Через 15 минут все сухо И тепло И тепло Дожди не так часто, как я представляла себе Давайте о культуре поговорим Раз уж Центр науки и культуры называется Да, учреждение, которое вы возглавляете Вот как представлена российская культура? Что это? Литература, музыка, искусство? Какие у вас векторы тут обозначены в этом отношении? Во-первых, у нас есть, формируется целый план На весь год По каждому месяцу По памятным датам По памятным датам, которые связаны с Великой Отечественной войной День Победы, день начала войны, да? Ну да, это обязательно Ну это с одной стороны как бы Вот, точно так же памятные даты по Тургенему, по Пушкину У нас, ну как я определила для себя, что день русской культуры Это день 6 июня День рождения Александра Сергеевича Пушкина Это день русского языка Конечно, у нас был очень большой актив в этот день И у нас был спектакль, который был сыгран местной студией Шайли Они показали спектакль о сказке о рыбаке и золотой рыбке У нас непальское общество литературное читало Пушкина на русском языке И в переводе на непальский язык Да, это действительно, это было очень красиво У нас, мы показали целую презентацию и Болдина И усадьбу Пушкина, и рассказали про него Точно так же еще был концерт, который организовали наши дети Дети соотечественников Это было музыкальное, театральное представление Даже целый мюзикл, который назывался «Анна» Было очень много народу В этот день, конечно, мы очень не устали Но видели довольные лица, которые выходили И это все, они говорили Так, это у вас все круто, так у вас это все живо Нам очень нравится Изобразительное искусство Творчество, выдающиеся живописцы Да, это обязательно У нас всегда каждый месяц проходит Помимо каких-то разных выставок Они могут быть и образовательные Они могут быть посвящены космонавтике Они могут быть посвящены просто какому-то литератору Или ученому Еще у нас проходит один раз в месяц Всегда выставка по живописи Буквально в июле у нас была выставка Называлась она «Россия глазами Непала» Это рисовали маленькие дети Ученики Академии Школы Искусств Я вам хочу сказать, хорошая работа Я даже две картины прикупила себе А где Россию-то они увидели, раз их глазами? Кто-то по открыткам, кто-то по рассказам Кто-то по фильмам Кстати, к нам они приходят и фильмы смотреть Мы транслируем, не транслируем, мы показываем фильмы Художественные или документальные? Художественные фильмы, да Причем вот недавно показывали мы «Салют-7» Относительно свежих фильмов? Да, мы получили разрешение от продюсера И что мы можем транслировать это И показали, очень много было довольных людей И, соответственно, они видят и через нас Они видят через наши посты в социальных сетях Как мы любим свою страну Вот сейчас мы про работу в соцсетях поговорим Напоминаю, у нас в гостях Юлия Андросова Представитель Россотрудничества в Непале Директор Российского центра науки и культуры В этой стране Про работу в соцсетях Это такой как раз канал распространения Сейчас максимально Который можно задействовать Для хорошего смысла слова пропаганды Российского Как вы там представлены в соцсетях? Мы представлены в Фейсбуке Есть страничка у центра Конечно, есть страничка и у меня личная Точно так же мы представлены в Твиттере Представлены в Инстаграме Ну, конечно, я хочу сказать, что в Непале Больше распространен сетевой контент Это как Фейсбук Там свои нет Инстаграм Своего клона нет, как у нас Известные сети Нет, нет Конечно, молодежь больше сидят в Инстаграме К Твиттеру они очень спокойно относятся То есть это Фейсбук и Инстаграм У нас есть еще один маленький проект Который мы сейчас прицепили к нашей официальной страничке в Инстаграме Он называется «Русянгюанмала» Это по-непальски называется «Русский как по цепочке» И на этом аккаунте можно найти наши русские слова в транскрипции И в переводе на непальский То есть непальский гражданин может подписаться на эту страничку И воспользоваться им даже как словарем Открывать, читать, что это за слово Как оно произносится И пользоваться им в обиходе, если ему это интересно На данный момент, вот я как раз сейчас перед эфиром смотрела У нас где-то около 250 подписчиков За месяц я считаю, что это хороший такой Вы там как? Каждый день подаете по новому слову? По одному слову, да Ключевые, наверное, слова первыми идут Ну как букварь? Папа, мама? Ну есть и такие Здравствуйте, дайте, помогите, пройдите Ну то есть такого плана Конечно, это в основном даже глаголы Непальский язык сложный, раз уж о нем заговорили Непальский язык, он похож на хинди Я его начала учить, но я могу вам несколько слов сказать Например, как меня зовут Это Миронаам Юлия Хо Или Тапалай Саньте Ча, как у вас дела Вот, да, непальский интересный язык Грамматика ближе похожа на английский Но я думаю, что где-нибудь через полгодика я хотя бы начну разговаривать Сознанием английского в Непале, я так понимаю, не пропадешь тоже, да? Да Все-таки бывшие отношения к Британии Это вот языкопсиняя английский, да? Я имею в виду между представителями разных стран и народов Да, это так, это действительно так Но вот, опять же, это мое личное мнение Непальский язык, в нем очень мало слов Он не такой богатый, как наш Мы можем выразить любую эмоцию на русском языке В непальском языке это не так Любой эмоции, причем примерно похожими словами Вот, в разных вариантах А в Непале, в непальском языке очень много иностранных слов И в основном это английские слова И поэтому, если они разговаривают на какие-то бытовые темы То вы их не поймете А если они разговаривают уже на какие-то деловые темы То с вкраплением английских слов вы можете, в принципе, понять, о чем люди говорят Мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты и расскажем после короткого перерыва О возможном, о том, как развиваются или развиваются ли экономические связи с Непалой и Россией Ну, коротко, это не совсем я знаю твоя тема И, конечно же, я уверена, наших слушателей интересует... Я могу подхватить, если что-то по поводу экономических связей Тут же все написано Подожди, мы же изнутри хотим узнать Значит, и, конечно же, я уверена, что многих интересует туристическая сфера Потому что туризм это тоже, это безусловный инструмент продвижения культуры России в Непал И наоборот, обмена культурными связями Прервемся на полторы минуты Рассказываем о российско-непальских связях С Юлией Андросовой разговариваем представителем Россотрудничества в Непале Директором Российского центра науки и культуры Напомню, что Юля экс-руководитель Кировского отделения представительства МИД Российской Федерации В Нижнем Новгороде И человек, который вырос в Кирове, наш человек В общем, наш человек в Непале, так скажем И у нас два вопроса, которые мы еще хотели обсудить Это экономические связи российско-непальские, может быть, я не знаю, вдруг есть кировские даже непальские связи Ну и, конечно же, туризм Ну, про экономику, наверное, коротко, потому что не совсем твоя тема Это, да, не моя тема Но культура и экономика, они всегда рядышком бок о бок идут И в любом случае, если мы продвигаем гуманитарные связи То экономика, она в любом случае всплывает Потому что люди общаются И людям интересно, кто, как, что и как живет И за что живет И, соответственно, да, у непальцев есть очень много потребностей Например, вот в удобрении, но только в экологически чистом удобрении, не в химическом У них есть потребности в покупке, например, там, 500 автомобилей для своих нужд сельскохозяйственных Но они не могут их купить, потому что... Сельхозтехника, да? И сельхозтехника, и сельхозмашины, да И просто автомобиль, на котором они могут передвигаться, это же горная местность То есть те же самые, например, УАЗики Наши старенькие УАЗики, но... Они колесят там, да? Они колесят, колесят, да Только вопрос в том, что им нужны праворульные машины И вот на таких каких-то мелочах у нас в основном идет пробуксовка Потому что я, с одной стороны, тоже понимаю, что там ради 500 автомобилей не будут переделывать завод А с другой стороны... Не-не, у Леновских автозаводов с радостью выполняют эти заказы Ну вот, как я поняла, они ко мне подошли не пальцы и говорят, что вот так и так Вот два года мы с этим, ну, не боремся, пытаемся что-то сделать, но никак у нас не получается Заказ о Непале на УАЗике есть Есть, а у УАЗы пока нет ответа Почему нет? Новости от УАЗа регулярно идут, что вот из какой-то страны пришел заказ на партию праворуких у УАЗиков Они делают это с удовольствием выполнение Владимир, мы этот вопрос сейчас с вами после... Сейчас вы обсудите и сделайте поставку числа УАЗиков в Непале Нет, таким проще сказать, слушайте, Непальцы, дорогие, у вас страна маленькая, вам проще правила поменять на российские Не правосторонние, а левосторонние воздвижения у вас будет Здравствуйте, Иван А я, например, тоже радуюсь, мало чему радуюсь, но там встретите В горле какой-нибудь дороги Ниву или УАЗик в другой стране у меня вызывает умиление Да, мне тоже нравится То есть даже к тебе, как представителю вроде бы России в культурной отрасли научно подходят, в том числе и бизнесмены Для того, чтобы консультироваться, что делать? Может быть, существуют какие-то непреодолимые или непонятные культурные в том числе барьеры Я вот помню, когда приезжал Ивау Ахаси, помните, да, японский консультант Он не столько урбанист, сколько экономист все-таки Экономист все-таки Мы когда экономические темы обсуждали, он говорил, что ментальность и культура часто являются препятствием на пути к бизнес-связям И он прямо на примерах рассказывал, почему в одних регионах российских японцы строят свои, например, заводы и заключают инвестиционные контракты, а в других нет Очень часто именно то, как ведут себя представители власти или бизнеса на встречах, имеют большое значение Или как они понимают, почему так ведут себя, например, японцы Возможно, с Непалом такая же история Я не могу сейчас утверждать и то, что вы сейчас сказали, Светлана, и обратное, потому что пока еще 4 месяца я работаю Я могу сказать, что точно, интерес к российским регионам есть, к российским товарам есть И люди, они идут, мы с ними общаемся Мы проводили в июне как раз презентацию инвестиционного потенциала Кировской области Я сейчас взяла за основу, что каждый месяц такая практика будет у меня там То есть вот сейчас Чувашская область будет, потом Удмуртская область, потом Мордовия, ну и так до конца года Мы решили, что будем проводить, потому что потребность есть И, соответственно, по потребностям мы можем что-то предложить У нас сейчас будет организовано каждый квартал Это будет бизнес-семинар, на котором встречаются, приезжают русские представители бизнеса Российского, вернее, представители И непальского И обсуждают за столом, круглым столом переговоров Какие есть проблемы и как их можно решить И с непальской стороны, и с российской стороны Сейчас, вот мы как раз провели один из семинаров, мы занимались выявлением проблем Потом пойдет, вот следующее, это у нас будет в октябре Это будет обсуждение и решение, и как выйти из этих вообще вопросов, которые существуют А надо сказать, что Непал в любом случае движется в мировом тренде Хоть это и страна третьего мира, если мы говорим по экономическому развитию И санкции, которые существуют между Россией и другими странами Взаимные санкции, я имею в виду Они, конечно, являются препятствием на пути решения очень многих сейчас вопросов А меня все-таки интересует, какие кировские предприятия Презентовали свой потенциал в Непале на прошедшей выставке Это была не выставка, это была интерактивная программа Был представитель от Кировской области, который к нам приезжал Мы можем сказать, кто это был? Ну, там написано все, у нас написано Заходите на наши социальные сети, там все есть И точно так же это была презентация в электронном варианте На английском языке, где Непальцы это увидели Соответственно, были вопросы, конечно, где представитель от Кировской области на них ответил Я больше была как организатор этого мероприятия Да, конечно, где-то я тоже вставляла свои пять копеек, потому что все-таки Кировской области работала 15 лет И на какие-то вопросы могу ответить У нас тут общение тоже скоро будет заканчиваться У меня предложение сразу А, про туризм еще не поговорили Пока воспользоваться отпуском Юля, пойти Я знаю, там крупное мероприятие Скоро авиатско-торгово-промышленная палата устраивает выступить Уважаемые Сегодня Сегодня, точно сегодня Мероприятие Там прям там заявить, уважаемые бизнесмены Добро пожаловать в Непал Пойти по нашим музеям, театрам Поедемте в Непал Кажется, Юля разберется, куда и надо сходить И где представить Юль, про туризм это очень интересно Потому что Непал, на самом деле, мечта очень многих людей Потому что, ну, вот все равно история с философией там необычной Отношение к жизни этих людей Ты говорила там в перерывах, что это очень добрые люди Да, например И никогда не возьмут деньги, если их не заработали Настоящие Непалцы Да, это действительно так Непал, для меня сейчас Непал Я не могу сказать, что это вторая родина Но это особая страна в моем сердце На данный момент Я не видела таких доброжелательных людей Спокойных Которые В каком-то умиротворении, гармонии С самим собой находятся И точно так же с окружающими Их действительностью Хоть у них практически нет дорог И правил дорожных движений Они не выскакивают из автомобилей с битами Они спокойно То есть, ну, кто-то Да, ДТП Они вышли Может, чаек попьем Пошли, чай попили Видимо, вы там все-таки поближе к небесам И это распространяется во все сферы жизни Они очень спокойны Они никогда не повысят голос Они очень сдержанные И вот, я говорю, наверное, все-таки Я там какую-то гармонию приобрела Даже для самой себя Я стала намного спокойнее Время обеденное Не можем про кухню не спросить Вот кое-что уже из непальской кухни Или нет, нет, нет Лучше уж традиционное Там борщ Конечно, конечно Котлетка с пюрешкой Это момо Что это? Это момо Это момо Да, это такие вот пельмешки На пару, которые готовятся Ну, они очень похожи на наши Конечно, они очень добавляют Много специй То есть, тесто и мясо, в общем-то, да? Тесто и мясо Да, да, да Это вот традиционное И, конечно, дал Дал Это очень много всяких подливок Которые наливаете себе В тарелочку с рисом Вот, их очень много Много-много Самых разных Но обычно это семь Традиционное блюдо семь Овощи, фрукты У них что-то есть? Овощи, фрукты Очень много и овощей И фруктов Есть все В Непале есть все Есть все Главное Да, русскую кухню Каким-то образом продвигаете Все равно Встречи, общения Оно же предполагает Что-то и на стол надо поставить Русский стол Всегда на наших мероприятиях Присутствует Я вот сейчас Я поеду Килограмм 10 С собой возьму Опять русских шоколадок Селедки Черного хлеба Семечек Этого нет И непальцам Это очень интересно Попробовать Что это такое Конечно Да, я привезу Даже своих русских И непальцев Порадовать Нашей селедочкой Семечками И черным хлебом Ну вот поедем Это тоже вопрос Ведь в Непале Нет прямого сообщения Нет С Россией А как летим в Непал Как добираемся Или стамбульскими Через Туркиш Аэрлайнс Или через катарские авиалинии Или через Аэрофлот Но через Дели Прямых авиарейсов нет Это тоже, кстати Свидетельство того Насколько велик поток Туристический В Непал И обратно Светлана Вот за последние Два года Поток российских туристов Увеличился в Непал Вот как раз После землетрясения Когда начали уже Восстанавливать И инфраструктуру И все остальное Он увеличился И он и сейчас Увеличивается Тоже такой Хорошей прогресс А вот интересная же История еще и с тем Что в Непале Правительство сменилось В апреле месяце Новое правительство Все равно У вас сообщение Это очень плотно же происходит Оно интерес к России проявляет? Да Я сейчас наблюдаю тенденцию Как раз Позитивную Разворот в сторону Москвы И меня, конечно Это очень-очень радует Я даже вижу По всем своим Культурным проектам Которым и мероприятиям Которые я организовываю Что численность Которая приходит ко мне Ежедневно Или на мероприятия Она увеличивается И увеличивается Она качественно То есть Не просто люди С улицы Шли-шли И зашли А то есть Ты видишь там Представители университетов Ага Здесь администрации Кто-то пришел Здесь из музея пришли Здесь То есть Из театра Кто-то подошел А каковы причины? Я вот не могу сказать Не могу сказать Вот точно Что влияет? Ну ты говоришь Чемпионат мира Действительно повлиял Очень большой авторитет Нашего конечно Лидера Путина В Непале Это с футболом кстати Там есть Свои команды Нет Свои команды нет Национально нет Там как раз После землетрясения Разрушился Главный стадион И соответственно Как-то это все Было запущено Но Недавно Премьер министра Говорил Что Мы возродим Непальский футбол Его зовут Кхадга Прасад Шарма Али Сказал Википедия Слушайте Ну у нас остается Полминуты На самом деле Мне кажется Про туризм Мы могли бы Делать отдельную Совершенную Программу Но это очень важно Мы сказали Про сообщение Про еду Мы должны И так или иначе С разных сторон Говорили про безопасность Нахождения в Непале Все-таки безопасно И на что обратить Внимание В Непале Безопасно Вот я могу вам Точно сказать Я не видела Даже по статистике И сама Не видела Чтобы кто-то Где-то Кто-то украл У кого-то Или еще что-то Если к Непальцу Подойти И спросить Как пройти Он всегда поможет И даже проводит Ментально Ментальность населения Да Вот Там безопасно Ну если не считать Отсутствие правил Дорожного движения Прилетайте К нам в Непале В общем Молодые слушатели Если будете Когда-то В Непале В Катманду Ищите Центр науки И культуры Заходите Мы всегда Будем вам рады Заходите Сразу говорите Юлия Андросова Наша землячка Хочу туда Вот так вот Это завершается Наша программа Не забывайте Брать с собой Семечки Гречку Селедку И черный хлеб Это поможет вам Прожить В незнакомой стране Наладить контакт Мы будем меняться Кофе и чай Спасибо Юлия Андросова Представитель Россотрудничества В Непале Директор Российского центра Науки и культуры В Непале Наша соотечественница Наша землячка Завершен Разворот Да Я анонсирую программу Особое мнение Через 20 минут В нашей студии Будет лидер Кировских коммунистов Сергей Мамаев Да Его можно будет Сегодня послушать Потом переслушать На сайте Хакирова еще раз А потом прочитать Поскольку у нас на сайте Есть расшифровки Особых мнений До свидания